Три сокровища. У одного крестьянина было три сына. Старший был тихого и смирного нрава, и все в семье считали его простаком. Говорит как-то старик-отец своим сыновьям. Годы мои уже преклонные, пора мне назначить наследника. Все вы мне равнодороги, не хочу я никого обижать. Ступайте искать счастье на чужой стороне. Каждому из вас я дам денег, и кто через три года наполнит кладовую самым лучшим товаром, тот и будет моим наследником. А делил старик сыновей деньгами и отпустил на все четыре стороны. Младшие сыновья над старшим посмеиваются. Что-то принесет наш простак домой. На первом перекрестке разошлись они в разные стороны. Младшие пошли в большие города, а старший куда глаза глядят. Шел-шел, видит глубокая речка, а моста через нее нет, снесло его разливом. Зеленеют за речкой луга и леса, но не служат они людям, потому что нет через речку переправы. И подумал тогда старший брат, надо мост починить, чтобы земля за рекою зря не пропадала. Пусть будет людям польза. Стал он чинить мост и трудился так все три года. И сдержал все отцовские деньги, и осталось ему одно – возвращаться домой с пустыми руками. Вот, думает, посмеются надо мной братья, но делать нечего. Лег он спать в последний раз на берегу реки, и тут во сне явился к нему седобородый старец. Хорошо ты послужил людям, сказал старец, а вот о себе позабыл. Но не останется твой труд без награды. Вот тебе удочка. Стань завтра на мосту и три раза забрось ее в реку. Первый раз поймаешь кошелек. Непростой это кошелек. Стоит его тряхнуть, и посыплются золотые монеты. Второй раз поймаешь волшебный кувшинчик. Наклонишь его, и польется вино неиссякаемой струей. Третий раз поймаешь метелку. На вид она проста, но есть у нее чудесное свойство. Сделанная она из веток дерева, растущего на луне. От каждого удара этой метелкой старики молодеют. Только помни, один-два раза ударь, не больше. Наутро проснулся старший брат и думает. Что за странный сон мне приснился? Привидится же такое. Смотрит, а рядом и вправду удочка лежит. Понял тогда старший брат, что приснился ему вещий сон. Встал он на мосту и закинул удочку в реку. Дрогнула удочка, словно рыба клюет. Выхватил он леску из воды, а на крючке кошелек висит. Открыл его, встряхнул, золотые монеты посыпались. Забросил он удочку во второй раз и поймал кувшинчик. Льется из кувшинчика небывало вкусное вино. Никогда не доводилось ему пробовать такого. Только стал забрасывать удочку в третий раз, а метелка уже по волнам плывет. Завязал он три сокровища в платок, надел узелок на палку и поспешил домой. Видит, по дороге младшие братья едут, и с каждым три его за добра. Подняли его братья на смех. Глядите, наш простак один тощий узелок несет. Так мы и думали. За три года ничего не наторговал. Зря прожил отцовские деньги. Молчит старший брат, только улыбается. Поехали братья вперед, а он следом за ними бредет по дороге. Старик радостно встретил сыновей. Он уже приготовил каждому по кладовой. Все родичи и односельчане сошлись посмотреть, чем же наполнят кладовые сыновья старика. Открыли дверь первой кладовой, а она доверху полна отборного риса. «Вот это хорошо!» Говорит отец среднему сыну. «Рис для крестьянина первое дело». Открыли дверь второй кладовой, а она вся набита свертками шелка. «Молодец!» Говорит отец младшему сыну. «Большое богатство нажил». А третью кладовую он и смотреть не стал. Повернул сразу к дому. «Что же, отец!» Воскликнул старший сын. «В мою кладовую даже заглянуть не хочешь?» «А зачем в нее заглядывать?» Отвечает отец. «Только перед гостями сраниться. Ты ведь с одним узелком пришел». «Не обижай меня! Разве я тебе не такой же сын, как другие?» Делать нечего. Нехотя открыл старик дверь третьей кладовой. И вдруг оттуда рекой хлынули золотые монеты. Все даже зажмурились. Так ярко они сверкали. Смотрят гости, и от удивления никто слова вымолвить не может. Тут старший сын говорит им. «Берите все по горсти золота. Прошу вас, не стесняйтесь. Там еще много останется. А после пойдемте к нам пировать». Сели гости пировать. Старший сын налил всем чудесного вина. И пошло веселье. «Все хорошо. Одно только жаль», – сетует отец. «Уж очень я стар. Не то сплясал бы на радостях». «Сейчас я помогу тебе найти твои молодые ноги», – сказал старший сын. И ударил раз другой старика по спине метелкой. «Что ты делаешь, непочтительный сын?» – удивились гости. Только смотрят, старик-отец из Седова стал черноволосым, бодрым мужчиной. Больше тридцати лет никак не дашь. Вскочил он и заплясал. Тут все старики и старухи давай просить, чтобы их тоже метелкой постигали. Дряхлая бабушка и та помолодела. Вслух она поблагодарила, но про себя ворчала. Пожалел внучек метлы. Мог бы сделать меня еще моложе, чтобы выглядела я лет на двадцать, или того лучше – на семнадцать. Все пустились в пляс, только бабушка не стала плясать, куда-то исчезла. Наконец схватились ее, начали искать. Глядь, а от метлы одни изломанные прутья остались. Лежит рядом на полу пустой бабушкин халат. А в одном его широком рукаве барахтается грудной младенец. Плачем заливается. Делать нечего. Пришлось внукам нянчить собственную бабушку. А метла так и пропала. Вот почему теперь старики больше не молодеют. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова